Всем привет, с вами Голодная и мы продолжаем играть в Demon's Souls. Да, у нас возникла некая пауза в выходе серии, но середина марта у меня отпуск и я надеюсь наверстать. Итак, давайте пообщаемся с учеником Фрэки. Да уж, очень весомая отмазка. Давайте выучим какое-нибудь не очень дорогое заклинание, например, плащ. Скрывает от врагов. Защита для мага также полезна, но она стоит 5000 душ и пока что я повременю с этим заклинанием. И так как мы в телесной форме, то нам нужно проделать стандартную процедуру самоубийства. Ну, наш удрюченный воин. Воин, как обычно, ничего обнадеживающего не говорит. И давайте уже потратим наши души. Ну и давайте, наверное, в этот раз поднимем магию. И на еще один уровень нам не хватает примерно 1100 душ. Ну, возьмем еще одну магию. Можно было взять и жизненную силу. Смотря что в приоритете либо урон, либо жизнь. Клирики. Что ж так не уверена. Ну, и в принципе, мы готовы продолжать наш дальнейший путь. И, возможно, кто уже видел мое прохождение на стриме, подумает, что я пойду в третий обелиск. Но нет. В этот раз я буду добивать второй обелиск демона, известного как Стальной Паук. Под огромной кузней каменного клыка лежит город Тоннелей, название которого говорит само за себя. Согласно легенде, где-то в глубине, за лавовыми озерами, лежит кладбище драконов. Город Тоннелей. И это, наверное, одна из самых запутанных локаций в Demon's Souls. И сразу же вдалеке можем видеть ящерку. Но убить ее будет не так-то просто. Согласно легенде с оружием против нее. Она дает нам немножко материала для апгрейда. Здесь у нас катятся вот такие вот интересные тележки, с которыми нужно быть предельно остановлены. Хм, он выжил. Оу! Я думал, что я его достал. И с самого начала уровня нас ждет развилка. Ну давайте сначала разберемся с этими шахтерами, чтобы они нам не мешали. Да, что-то я, кстати, не забываю помечиться. Вот этот огонек меня смущает. По идее, тележка уничтожилась, а огонек остался. Откуда появляются эти тележки, конечно, непонятно. И такие тележки-призраки. Здесь не встречает очередной толстяк. Когда его бьешь по пузику, она так смешно шевелится. На самом деле, на этом полстячке можно неплохо фармить хорошую траву. Также он иногда дает новый предмет в ремейке Demon's Souls. Это золотую монету. Подобные золотые монеты мы уже видели в Dark Souls. И он дает фиксированный дроп. Это костюм чиновника. А также траву. Траву он, кстати, тоже очень часто дает. Причем траву дает сразу полнолуние. Это очень хорошая трава. Так, давайте добавим травы в наш инвентарь. Конечно, это расточительство тратит такую хорошую траву. Ну, а что теперь с ней делать? Смотреть на нее, что ли? Здесь у нас такой вот механизм, который пускает... Нет, этот механизм в данный момент ничего не делает, потому что лифт у нас на месте. А так он поднимает лифт. Путеводный камень. Так, и костюм чиновника. Но мы уже читали части сета. Этот не содержит никакого уникального лора. И здесь у нас дорога опять раздваивается. И нам нужно сделать выбор. Либо идти вниз, либо идти дальше. И давайте сначала сходим в этот узкий тоннель. Где можно увидеть таких вот окаменевших червей. Ну, не так далеко мы повстречаем. Да, и живые эфиги. И они, кстати, очень восприимчивы к магии. Можно издалека кидать им прям в голову. И это практически с первого удара будет их убивать. Сколок серого камня. Здесь, кстати, есть ящерка, которую бы нежелательно упускать. Но нужно быть осторожным, потому что эта ящерка может заманить на свалочку. Если слишком разогнаться, то можешь сорваться. Хотя, если здесь упасть, возможно, я и выживу. А возможно и нет. Здесь есть более безопасное место для спуска. Один из альтернативных вариантов, как спуститься в самый низ. В эту гиену огненную. Что интересно, здесь можно разглядеть вот эти вот мосты, платформы. На которые мы, на самом деле, даже и не попадем, проходя эту локацию. Камни для апгрейда. И отсюда можно разглядеть огромных лавовых шуков. Они здесь представлены в нескольких размерах. И здесь у нас один из вариантов, как спуститься вниз. Причем, спускаясь этим путем, мы параллельно поднимаем несколько полезных предметов. Обломок серого камня. Ну, это уже что-то более-менее. Но это еще не все, по-моему. Да, здесь есть еще предмет. Посмотрим, а с этой стороны. Куда лучше спрыгнуть, точнее, куда безопаснее спрыгнуть. В принципе, и туда, и туда мы можем попасть уже снизу. Поэтому, наверное, безопаснее все-таки будет спрыгнуть сюда. Огромный топор. Здесь у нас есть два варианта. Либо расстреливать их магией. Кстати, у нас стоит кольцо, которое восполняет магию. Да, нормальное кольцо стоит. Либо бить их фальшионом, но это не очень безопасно и, по-моему, не намного быстрее. Фальшионом ношу им не очень много. Это при том, что они магические. А вот эти вот здоровые жуки, они еще опасны тем, что они при смерти взрываются. Причем взрываются очень больно, но, как мне кажется, в оригинале они взрывались больнее. В ремейке они как-то слабее стали взрываться. Ну, он застрял, наверное, рассказывается моментом. Да, конечно, уронов не очень мало. В принципе, нужно их вообще не убивать, но они дают камни, которые нам могут пригодиться. Я проеду меча. Вот что-то не особо нам дают. Давайте попробуем. Можно поставить кольцо проведения, которое увеличивает шанс дроба. Кажется, он не стрел. Ну, да, они здесь взрываются как-то слабенько. В оригинале они взрывались мощнее. И осколок драконию камня, как раз он нам нужен. Еще один осколок. Так, и у меня зазвонил телефон, кто говорит слон. Мне нужно ненадолго прерваться. Поэтому выйдем из игры. Ну что ж, мы продолжаем. Нас немного отвлекли. Так, давайте подлечимся. Да, обычная трава становится совершенно бесполезна. Слишком мало она дает. И здесь у нас еще одна развилка. Одна ведет в туннель. Но давайте сначала разберемся, что у нас здесь. Камня. Можно целиться в голову. Доска, не мешай. Да что ж, какой кривый. Говорил, что убивает с одного удара, но... Но нет. И здесь у нас такой вот огромнейший жук. Ну, давайте пока его упустим и поднимется наверх. Здесь у нас лежат предметы, которые мы могли наблюдать сверху. Это обломок острого камня. И также, если посмотреть вниз, там на крылью лежит тело. Так, и здесь у нас еще кое-что. Душа неизвестного воина. Вот это как раз то самое место. Наверху мы там были. Так, и здесь... Нет, лучше спуститься. Немножко ниже. Ну, а здесь нам мешает жук. Ладно, не будем убивать жука, чтобы не портить интригу. А, здесь нас встречает старый знакомый. Вечный спутник серии Соулс. Лоскутик. О, ты не мудрый, как и остальные, а ты? Вау, что мы живые путешественники, а мы? Поздравляем вас встретить. Нажимай мне, мальчис. О, видишь, что загорелка там? Пойдем, и... Пойдем. Моя дам вам. Просто показать, что мы друзья. Хю, рада вас встретить. И наш главный герой такой... Чего? Туда? Хм. Что происходит? Я здесь уходу на лимб. Дай мне возможность проверить мою хорошую веру. Интересно, каким образом он рискует своей головой. И можно, как можно заметить, у него за спиной отравленные стрелы. И... Очень интересный щит. На котором изображен один из боссов игры. Которого мы пока что еще не встречали. Ну, все мы знаем Лоскутика. Ну, по крайней мере, те, кто знаком с серией Соулс. Он присутствует в каждой части. Даже в Бладборне он есть. Ну, сокровище здесь не такое уж и сокровище. Это всего лишь дубина. И мы в ловушке. Ну, ловушка здесь такая очень интересная. Из нее можно выбраться примерно вот так. Очень странное решение. Не помню уже, как было в оригинале. По-моему, в оригинале вот так просто нельзя было выбраться. Хотя я могу и ошибаться. И если мы сейчас подойдем к Лоскутику, то будет... Будет с ним диалог. Но если мы перед этим убьем жука, то будет немножко другой диалог. Ну, в принципе, никакого лора все равно не будет. Просто он будет удивлен, как я умудрился справиться с этим жуком. Но тут есть один момент, что если мы убьем жука и он сильно взорвется, то он может убить Лоскутика. Ну, по крайней мере, Лоскутик может реально пострадать. И я не хотел бы этого. Ты? Ты не смотришь, да? Не волнуйся. Кольцо сопротивления пламени. И вот это уже что-то более-менее стоящее и нужное нам, особенно на этой локации. Повышает сопротивление огню. Кольцо с багровой печаткой повышает сопротивление огню. Создано Герри, знатоком магического ремесла и другом премудрого Фреки Провидца. На печатке изображено пламя. Ну и рожа у тебя, Шарапов. И там внизу можем видеть еще одно тело. И чтобы его взять, нужно хитро спрыгнуть. Хотя, возможно, я что-то упустил сверху. Ладно, сейчас еще сходим наверх и посмотрим. Так, вот это тело можно взять, только спрыгнув, по-моему, отсюда. А, вон еще снизу есть одно тело. Ну, сейчас я постараюсь все собрать. Ящерка. Да, и это очень зрячая ящерка. К сожалению, я ее упустил. Ну, ладно, ничего страшного. Так. Давайте возьмем, что у нас лежит здесь. А здесь у нас лежит камень бесплотных глаз. Очень полезный предмет. И отсюда можно попасть еще на вот эту платформу. Где у нас лежит ЭКЮ Теней. И нас встречают надоедливые жуки. И этот ЭКЮ явно лучше моего. Он имеет более высокую защиту от магического урона. И здесь внизу у нас еще и торговец. Теперь главное, чтобы его не убили. С ним мы уже встречались в начале второго обелиска. Грязный мужчина. Грязный мужчина. Ладно, гнездо мы и без тебя найдем. И так. Ну, про драконов мы уже читали, что где-то в этих шахтах есть святилище драконов. И здесь у меня небольшая дилеммка. Ну, давайте сначала сходим вниз. Ну, похоже, я тогда просто четко в глаз я не мог попасть. Поэтому я не мог убить с первого удара. Осколки камней. Душа. И отсюда мы можем попасть в туннели. Но пока что в туннели мы не пойдем. Вернемся немного назад. Лучше справляться с ними при помощи кальшона. Они такие, достаточно пассивные. По ним сложно попасть, но и они не особо меткие. Пытаются ужалить нас своим маленьким жальцам. Ну, ничего полезного не дают, поэтому можно встать их в покое. Не тратить на них свои силы и время. Да, здесь была ящерка. Если увлечься и бежать слишком быстро за этой ящеркой, то можно попасть в засаду. Дело в том, что здесь аж стоят три каменные зни. Обломок твердого камня. Да, эта локация просто богата на различные камни. Теперь главное, чтобы у меня фальшиво не сломался. Но у нас есть точильный камень, если что. А вот осколок дракомнего камня нам пригодится. Да, этот огромный камень. Очень прочный и вредный. Так, ладно, разберемся позже. Давайте сверху осмотримся, все ли я здесь собрал. Здесь у нас еще огромная туша. Которую тоже желательно бы убить. Пока что я еще не знаю, как это лучше сделать. Можно просто расстрелять его сверху. В общем, они... Ну, это будет очень... Долго и менее. Как вариант, да. Можно спрыгнуть ему на спину и снять ему шею. А самое простое, наверное, будет все-таки просто хупо избить его сзади. Он слишком толстый и неповоротливый. Поэтому нет никаких проблем у него. Так, главный проблем – это потом сбежать. Да, и, кстати, я даже умудшился положить на него кровотечение. Так, нужно ставить совсем не на жизнь. Твою мать! Да. Лучше надо было бежать в другую сторону. Ну ладно. Опять ящик остановилась. Ну, ничего страшного. У нас есть еще места, которые мы еще не посетили. Так, кстати. Желательно бы не умереть. А то я потеряю большое количество душ. Туда мы опять не пойдем. Туда направо – это быстрый путь к боссу. К боссу нам пока что не нужно, поэтому пойдем сюда. Сейчас я вам покажу гнездо, а заодно, как другим путем спуститься вниз. Ну и, конечно же, давайте убьем толстячка. Чеши, свадушка, почеши, могу я почесать. Оу. Так, туда нам больше не нужно. Давайте спустимся вниз. И, кстати, внизу есть одна проблемка. И эта проблемка не ящерка. Здесь у нас дорога опять раздвояется. И вот этот забаррикадированный путь ведет как раз гнездо к ящеркам. Но нас здесь встречают двое защитников этого гнезда. Почему-то я на них не могу навестись никак. Видите, ребята очень серьезно настроены. Но нужно без особых проблем их расстрелять магией. Сражаться сразу с двумя – это может быть проблемой. Мужчина и женщина с большими железными щитами и дубинами. Дает много полезных предметов, в том числе и камень черного ока. На самом деле, камень черного ока, ну этот камень нужен для того, чтобы вторгаться в иные миры. Здесь дает первый убитый вами красный фантом. Также еще и дают камни бесплотный глаз. Камень черного ока. Камень ока, отобранный у черного фантома и свидетельствующий о вашем погружении в скверну. После смерти вы можете использовать этот предмет, чтобы вторгнуться в один из множества миров, став черным фантомом. Победив хозяина иного мира, вы вернете свое тело. Ну, для этого всего нужно, конечно же, играть по сети. И вот как раз мы приближаемся в гнездо к ящеркам. Как вариант, можно сделать следующее. Поставить кольцо вора. И хотел сказать, накастовать на себя плащ, но плащ я не взял. Ну, ничего страшного. Все равно я всех ящерок в этом гнезде убить не смогу. Ой! Блин, упала. Если посмотреть здесь вниз, то здесь... Ух, сука, много. По идее, здесь нужна какая-нибудь сильная магия, какая-нибудь авуэшка, чтобы долбануть тут по всем. Убивать их. Ну, да. Я убил только одну. Ну, они дают в основном обломки острых камней, больших камней. То есть, каких-то уникальных камней они все равно не дают. Ну, ничего страшного. Мы сюда еще потом, если нам нужны будут камни, вернемся с какой-нибудь более сильной магией. Не сможем их всех поубивать. Самое главное, то, что здесь лежит чистый острый камень и чистый твердый камень. Вот такое вот кристальное гнездо. Возможно, именно в этом гнезде и рождаются все кристальные ящерки. Да, здесь висят цепи, с которыми он может взаимодействовать в арене, или такого не было. И давайте теперь пройдем в другую сторону. Здесь лучше щит держать всегда кверху. И здесь будьте осторожны, можно просто бежать и не заметить, что здесь обрыв. Может показаться, что здесь просто темно, но нет. Здесь обрыв. Это смертельно. Завал. О, еще может быть смертельно попадать под вот эти огоньки. Очередной лишенной души рудокоп. Немножко камней. И мы, по сути, попадаем... О! А жук-то как бы еще жив. Ну ладно. Попробуем со второго раза его убить. Попадаем в то самое место, где мы уже были. Вопрос только, где мои души? А души как раз за жуком. Да, здесь все ожили. Соберем сначала свои души. Может мне убивать его? Либо нужно убивать его осторожнее. И как-то продумать свой план отхода в другую сторону. Бежим. Да, лоскутик остался цел. Он прям четко выгадал дистанцию, на которой можно стоять. И... Осколок дракова у меня камня. Да, всего лишь осколок. Ладно. Давайте поставим, наверное, возможно, кольцо сопротивления к пламени. Оно здесь как-никак актуально. Так, и здесь я вроде все уже пособирал. А, да, ящерка. Здесь я могу ее заставить. Кстати, у грязного мужчины здесь появилось несколько новых предметов. Он здесь стал продавать большие осколки твердого камня, большие осколки острого камня. А также осколки драконио камня. Кстати, осколки драконио камня мне на самом деле пригодятся здесь в будущем. Но стоят они... Конечно, дороговато. Ладно. Я, пожалуй, возможно вернусь к тебе, но немного позже. И теперь мы можем спуститься в самый низ. Пока этот червь вылазит, можно успеть его ударить фальшоном по голове. Обломок серого камня. Ну, расщедрились. И мы попадаем в самую запутанную часть этой локации.